И вот он, здравствуйте, мои дорогие ребята, всем прекрасного дня, мы сейчас с вами будем работать, трудиться, буду отвечать на ваши золотые вопросы, и, конечно же, как всегда, я просто не могу нарадоваться нашей с вами компанией в YouTube, в Instagram, вообще во всех социальных сетях, поэтому обязательно подписывайтесь, если вы меня смотрите по какой-то причине не подписаны, а еще, ребята, сегодня у меня грандиознейшее событие, сегодня мы с вами, так сказать, делаем 48. То есть мы с вами, имеется в виду, с моими марафонцами, которые смотрят меня сейчас, ребят, тот, кто не делал 48, я вам обещаю, это незабываемое ощущение, я последний раз кушал вчера, в следующий раз буду кушать завтра, и сегодня, помимо всего прочего, еще и сухое голодание, поэтому у меня сегодня прям вообще праздник профессора, мы только что с марафонцами сделали прямой эфир, обсуждали прям все в таком боевом духе, прям просто красавицы и красавчики, поэтому я вас присоединяюсь, призываю всячески, у меня сегодня вышла актуальнейшая, так сказать, реклама это назвать душа не позволяет, но актуальный мой призыв вас присоединяться в новый сезон марафона моего, который собирается быть просто бомбическим, поэтому смотрите истории, или же смотрите сохраненные истории у меня в Instagram, или если вы в YouTube, то под описанием видео, там есть все ссылки, смотрите, пожалуйста, присоединяйтесь, потому что просто сказка. А я жду ваши вопросы, Катюша пишет, марафон это огонь, вот наши марафонцы с опытом не дадут соврать, ребят, жду вас, отправляйте заявки, регистрируйтесь, потому что очень активно занимаем квоту на количество участников в новом сезоне. Любимый интернет, друг, привет, но сухом уважуха, ай, сухой это круто, уже отправила запрос. Катюшенька, я видел, что у вас пришла заявочка в марафон, большое вам спасибо, пока и что ребята не обработали, как только обработают, сразу вам пришлют все информацию. Алексей, скажите, пожалуйста, на кето сколько можно существовать без вреда и можно ли при грудном вскармливании? Я не рекомендую быть на кето и на грудном, потому что я бы рекомендовал все-таки больше немножечко углеводиков получать из фруктов, из овощей, из, может быть, даже каких-то каш, потому что грудное вскармливание – это всегда прям глобальный такой стресс для организма, который требовать будет множество калорий. И прям на чистом кето, ну, может быть, на LCHF, где чуть-чуть меньше углеводов, чем в обычной диете, но все же. И вообще на кето вы можете жить вообще прекрасно и горе не знать, и чувствовать себя отлично. Но я на кето нахожусь временами, а также я моих марафонцев сажу на кето на несколько дней за наш проект. В остальное время у нас прекрасные результаты. И я вам могу сказать, что кето – это вещь супер вот такая, но можно добиваться прекрасных результатов и чуть-чуть больше углеводов. Почему я не наедаюсь своим БЖУ 1400 жиров, все это белков? Ну, Анастасичка, вы не наедаетесь, потому что у вас есть один очень простой моментик. Что такое наесться, ребята? Очень часто многие из нас спутают чувство удовлетворения, когда «О, вот это я наелся, вот это кайф, вот это я отползся, значит, от стола». С чувством того, что вот это прям запустило все, вот это было хорошо. С чувством того, когда вы получили достаточное количество калорий и насыщение приходится срочкой. То есть, когда вы покушали и ощущение того, что я еще что-нибудь бы съел, это и есть правильное чувство насыщения. То, которое мы с вами забыли в условиях того, что нужно выползать из-за стола. Вот если вы не выползаете, значит, не поел, или без хлеба это не еда, или там еще какие-то разные моменты. Вот это все, к сожалению, очень много туманит наш рассудок. И чувство того, что я не обожрался так, что не выпадает из ушей, не позволяет испытать чувство насыщения. Съели 1400 за ваше окно питания. И если есть еще желание прям чуть-чуть наполниться, съешьте яблоко. В чем проблема? Но не нужно искать чувство прям, ааа, прям сейчас лопну. Как придерживаться ПГ при очень сложной физической работе, если вечером сложно съесть норму калорий. Даночка, всегда можно съесть норму калорий, главное правильно распределить в своем дневном рационе и распределить в своем графике. Я, например, могу есть в течение часа, полутора и за это время употребить все свои калории, которые я, ну, 2000 в рамках марафона, после марафона 2300-2400. Без проблем за полтора часа, запросто. Физическая работа, это что такое? Вы разгружаете локомотив угля? Не проблема. Я вам скажу, что я каждый день делаю для вас стори, я каждый день делаю для вас отчеты о своей активности. Я веду Инстаграм, я веду марафон, я не сижу в офисе, я хожу, 20 тысяч шагов через день тренировки, постоянно работа, 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 работа. И я приравниваю свою активность тоже к физической. И вечером, когда я прихожу домой, и у меня дети, это не означает, что я могу сесть, я только вчера с Дашкой обсуждал, говорят, ну, пришли домой, сменили няню, и у меня двое детей, которые нуждаются в развлечении. И мало того, мне хочется проводить время с детьми, потому что, ну, любой уважающий себя мужчина должен проводить время со своими детьми, и чувствовать с ними комфорт, и это не обязательно, ну, в общем, не суть важна. Сейчас смысл в том, что мой уровень физической активности огромен. И если я нахожу время съесть свои калории за полтора часа и отлично не находиться с этим проблемой, то я уверен, вы сможете также получить. Так, поехали. Роберт, здравствуйте, дорогой. Как же вы не переедаете, если съедаете за час-две тысячи калорий? Тоже так хочу. Я вам скажу, я начинаю готовить час-полтора. Я не переедаю, потому что для меня переесть – это съесть больше, чем там, например, две тысячи калорий. Я показываю постоянно свои блюда и таблицы вам показываю постоянно. Ребята, для меня, ну, сейчас давайте мы с вами возьмем, да, вот это, кстати, план марафона на неделю номер три уже, господи, как же быстро время летит. Сейчас я какую-нибудь таблицу открою. О, вот такие, кстати, но это большого блюда таблица. Значит, сейчас мы с вами откроем и посмотрим, как выглядит таблица. Так, это анализы, 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 анализы. Дайте мне какую-нибудь таблицу. Вот, две тысячи калорий. Значит, смотрим. Таблица, пожалуйста, типичная таблица одного из марафонских меню на день. Запеченная форель, салатик произвольный, ягоды, сыр и шоколад. Получается, две тысячи калорий за полтора часа где-то я съедаю. Рыбка 400-500 грамм, произвольного салата полкилограмма со сметаной и с овощами, ягодок 300 грамм на десерт, сыр и 80 грамм шоколада. Реально где-то 80 выходит. Мой объем желудка позволяет прекрасно съесть вот эти калории и не чувствовать прям перевеса. Я, если даже их растягиваю на длительный промежуток времени, мне уже дискомфортно. Я уже думаю, что где-то маловато. Поэтому нормально. Добрый день. Радостного вас слышать. Мариночка, вам даже говорю, вот это рацион кайф. Роберт, родной мой, конечно, это кайф. Это прям, ну, сказка. Сегодня слышал о диетологах, что если кушать вечером перед сном фрукты, ягоды, то начнет вес пребывать. Так ли это? Я вам скажу, значит, сейчас. Сейчас. У меня, как всегда, есть очень наглядный пример. Например, будешь есть в руке. Во-первых, как выглядит ваш диетолог. А во-вторых, минус 235 килограмм. Это цифра, которая отвалилась в виде жира, сала, лишнего веса от активной части моего последнего марафона, кушая вечером ягоды на ночь за час-полтора до сна. Мы могли бы показать такой результат калорий. И это не просто цифры, которые я для вас придумал. У меня в инстаграме висят таблицы, фактически поименно, к того, кто сколько сбросил. Я ем ягоды, ем за час до сна, вчера, позавчера, поза-позавчера. У меня все меню, оно не повернуто на углеводах, но у меня то, о чем вы говорите, приводит к вот такой форме. И я не могу понять, я чего-то не понимаю, что-то проходит мимо меня или я где-то заблуждаюсь. Я вот не могу понять. Очень часто мне будешь тренироваться на голодный желудок, мышцы посыпятся. Не сыпятся. Будешь есть ягоды на ночь, жиреть будешь. Не жиреется. Будешь есть на ночь, там после шести будешь не в состоянии потерять вес. Теряется вес лишний. Где же все-таки правда? И вот это меня умиляет постоянно, потому что я, ребят, практик. Я работаю и с вами здесь, в нашем инстаграме, ютюбе, в общем, где угодно. И фактически в моих руках постоянно питание и контроль над активностью, постоянно моих марафонцев. Я сам делюсь опытом. То есть где-то там мне сказал диетолог, через мои руки за последний год тысяча человек прошло. Тысяча. И я с вами делюсь этими знаниями. И мои знания говорят об обратном. Поэтому ваше дело послушать меня, вашего диетолога и сделать вывод, который вам будет больше нравиться и подходить. Так. Поехали. Алексей, что можно на кето есть? Да, все, что проходит по кето-продуктам. Поэтому как бы все очень просто. Роберт, красавчик. Ваше кето это 5-10 грамм углей. 5. Давайте, чтобы меня кетозники не посадили на кол. 5 грамм углей. Поэтому все, что будет проходить по им нормам, пожалуйста. Алексей, почему у меня до сих пор не уходят отеки после отпуска? Может из-за болезни? Может быть из-за болезни? Отеки это эстрадиол. Эстрадиол может повышаться или кортизол может повышаться из-за болезни. Не волнуйтесь. Все будет хорошо. Главное победить болезнь. Дальше отеки уйдут. Главное сейчас восстановить ваше здоровье. От чего? Гинекомастия. Я не курсил химией. Гинекомастия, для тех, кто не знает, и скорее всего многие не знают, это конверсия большого количества тестостерона. Такая, так называемая ароматизация тестостерона в эстрадиол. И от этого у мужчин припухают соски. И это может происходить даже без курсов. Обычно этим болеют, так сказать, немножечко пошаливающие курсами анаболических препаратов мальчики, которые мало понимают в том, как правильно составить курс, чтобы ты не ароматизировался и чтобы у тебя соски не припухали. И, да, на самом деле и разные спортсмены, спортсмены, выступающие в номинации бодибилдинг, если вы видите припухшие соски, значит, он немножечко переборщил с количеством тестостерона или что-то пошло не так. Если у вас припухают соски без курса, это не означает, что что-то, опять же, это означает, что ароматизация может быть природной. Давайте вы сдадите анализы на эстрадиолу, посмотрите, где он находится, и понижать его будете при помощи такой добавки. Я недавно говорил DIM, называется D-I-M. Понижаем уровень эстрадиола, и если это не иреверсивная гинекомастия, потому что гинекомастию обычно удаляют при помощи хирургического вмешательства. Ну, это не сильно замысловатая операция, но все же. От чего появляются пигментные пятна? От питания тоже или... Пигментные пятна – это печень. Возрастные белые пятна, которые высыпают – это печень. Также это здоровье вашей центральной нервной системы и то, как работает. Например, я вам расскажу такой пример. У меня девчонка была потрясающая, очень активная марафонщица. Она прям сорвалась, упала лицом в медовик, ее на следующий день белыми пятнами покрыла, пигментами, потому что у нее резкий скачок инсулина, и на него прям ее прям два дня и прошло. Больше этого ей отпало желание передать. Масса вопросов. Вы понимаете, пигментация и разные цветовые решения на вас – это всегда работа либо ваших аутоиммунных расстройств, либо центральной нервной системы, либо где-то что-то... Но, опять же, это всегда можно обернуть спять. Либо возраст. Алексей, безумные срывы во время овуляции могут затянуться на неделю или даже больше. Есть ли способ снизить аппетит хоть немного? Все результаты по похудению из-за этого сходят? Конечно, сходят на нет. Потому что что происходит у вас? У вас во время овуляции происходит одна очень важная вещь. У меня здесь есть табличка, и я вам делал, кстати, ребята, даже видео в YouTube. Кстати, посмотрите видео в YouTube, чтобы я сейчас вам не сильно приседал на уши. Сейчас я найду табличку у себя, и если я ее не удалил на всякий случай. О, да, нашел табличку. Значит, смотрите, у вас на 14-й день цикла жестоко повышается уровень эстрадиола. Жестоко повышающий уровень эстрадиола, который пиком идет для вызова овуляции, может вызывать неконтролируемые аппетиты. Поэтому ваша задача в вашу овуляцию повышать количество приходящих продуктов, содержащих йод. Йод – это прям морская капуста, это зеленолистинное, это, может быть, йодосодержащие какие-то добавки, которые будут очень хорошо помогать вам. И, пожалуйста, йод – это всегда очень хорошая идея в любом случае. Главное, не думайте, что вы сможете закрыть необходимую потребность вашего йода из йода, содержащей соли. Лучше йодомарина скушайте 100 мг в этот день, чтобы контролировать ваш аппетит. А еще я очень советую посмотреть мое видео в YouTube, которое называется «Женское здоровье в ПМС и не только». Так, поехали. Сын 13 лет начал качаться на массу, когда и сколько ему углей, как принимать ашваганду. Ашваганду вы принимаете 2 капсулы перед сном, сын начал качаться на массу в 13 лет. Это всегда очень мощно, но он будет расти в 13 прекрасно, потому что у него гормональный фон сейчас созревает. 13, 14, до 20 прям просто можно выстроить тело прекрасно. Не нужно задаморачиваться по поводу углей. Зачем вам? Стройте его красивый график питания, дайте ему хорошо каши какой-то. Не заморачивайтесь по поводу его задачи – быть в каком-то калорийном избытке, не есть много шоколада и лишних калорий сладких, и заниматься. И он в 13 будет расти даже на святом духе, я вам обещаю. Не давайте ему лишнего сахара, пожалуйста. Рыбий жир можно в капсулах или лучше, какой вам больше нравится? Моя супруга пьет жидкий, я считаю, что она редкостнейшая извращенка по этому поводу, потому что он воняет рыбьим жиром, а я пью капсулы. Ребята, кто еще не видел видео в инста и ютубе, сегодня можно лайков. Ай, да, действительно, давайте поставим парочку лайков, ребята. Вы смотрите в прямом эфире, вы смотрите нас в записи, Юрчик как раз всегда прав, просто красавчик. Ставим пальцы и работаем дальше. Сколько кофе пить на 48, пожалуйста. Вопрос кофе. 2-3 чашки, без проблем абсолютно. Обычно кофе считается как? Часть эспрессо. Э, э, эспрессо, господи. Часть эспрессо. И дальше, сколько вам не стыдно воды? Обычно это американо полупомой. Я даю так. Двойной эспрессо и столько же воды к нему. Двойной эспрессо получается там где-то вот так, и столько же воды где-то вот так. И кайфую от него просто. Поэтому давайте, да, постараемся не перебарщивать с кофеином. Это очень важно. И не думайте, что от кофеина будут болеть суставы. Я об этом говорил в одном из последних видео. Алексею на ПГ не будет, не будет хуже при РПП. РПП, расстройство пищевого поведения, это в первую очередь ваша работа со своей головой. РПП, и я говорил об этом вчера. Ваша отправная точка с РПП, это осознание того, что у вас есть боль дисциплины и отказа от поедания лишнего. И боль, сожаление от переедания. У вас по-любому будет боль, или та, или та. И ваш выбор правильно спозиционировать свою позицию. Пожалуйста, сегодня в YouTube, в Instagram у нас уже залито видео. Вот это, вот это видео. Называется вот, оно у нас оранжевое. Простой способ бросить ей сладкое. Заходите в него и посмотрите его. Вот там, ближе к концу, я рассказываю о том, что вам нужно делать, чтобы ваше РПП не прогрессировало, а взять его под контроль и управлять им. Потому что вы хозяин своего тела. Не ваше тело управляет вашим поведением. До тех пор, пока так происходит, вы будете постоянно жертвой. Ваша задача очень простая. Стать у руля. И у руля стать всегда очень сложно. Но это накопительный результат, который только лишь прочувствовав сладость победы над своими какими-то физическими желаниями, один день, два дня, три дня, ты поймешь, насколько ты свой потенциал можешь реализовать. Каждый раз, когда ты вечером переедаешь хлеба с маслом, с медом, съедаешь по полбанки меда, так, как я ел, ты понимаешь, что ты как бы сожалеешь, и тебе жалко себя, и тебе, блин, сколько это еще будет продолжаться. Но каждый день, когда ты стоишь на раздвоении этого перекрестка выбора, жрать или кушать, ты можешь сделать правильный выбор каждый день. И каждый день твоя дорога пойдет в правильную сторону. И то же самое относится к идее, и то же самое относится к духовной составляющей. Ты выбираешь, у тебя два пути. Я сделаю для вас сегодня, наверное, пост. Откликнуться на ваши стрессы и психи, или откликнуться на ваши стрессы и психи контролем и управлением ваших эмоций и решением стрессовой ситуации, но не ааа. Поэтому чем больше ешь ты сладкого, чем больше ты ааа, тем ты хуже реализуешь свой потенциал. Очень важно найти точку в себе, с которой идет отчет контроля. Поехали дальше вопрос. Можно ли заниматься греблей каждый день? Занимайтесь греблей каждый день. Что значит привыкание и греблей в зале? Нет, не будет. Это же больше привыкание может быть к кокаину. Понимаете? Привыкание может быть к папиросам. Ну, или в таком плане. Если вы занимаетесь греблей, пожалуйста, адаптация к тому или иному упражнению у вашего организма запросто может пройти, и вы можете не получать отклика в виде тонуса, но варьируйте ваш тренинг постоянно. На это у вас есть целый зал доступный. Катюшенька, Алексей, на херби. Железо, хемоплекс есть быстро и медленно освобождение. Подскажите, пожалуйста, в чем разница? Ну, разница то, в какой скорости. Это как протеин. Есть казеин, который медленно освобождает аминокислоты, медленно переваривается, и похож, когда ты его завариваешь на алебастер. А есть быстрый сыворочный белок, который вот так поднимает уровень белка. Я не призываю пить протеин, я просто провожу параллель. Я всегда за медленно освобождающиеся решения. Юрий, просто у меня так. Поехали, Алексей, что есть, чтобы гепатит B дольше спал? Гепатита – ориентированная борьба. Это всегда иммунитет, всегда контроль маркеров гепатита, и всегда контроль ферментов вашей печени, почек и контроль вашей крови. Все, что укрепляет иммунитет. Да, самое важное в этом случае избегать вот этой, я только что вам говорил, реакции вот этих пролонгированных стрессов. Потому что, ребята, пролонгированный стресс – это всегда мобилизация лейкоцитов. Это всегда мобилизация ваша. Это не просто так говорится, что ваш стресс – это вообще ключ к здоровью. Ребята, стресс, когда ты переживаешь за то, что произойдет через месяц. Когда ты переживаешь, что произошло полгода назад. Ты не живешь в настоящем. И это не просто так. Это, знаете, как люди делятся на тревожность в своих воспоминаниях или в своем воображении. По сути, это все воображение. Но как бы проблема основная заключается в том, что ты повышаешь уровень мобилизации своей иммунной системы на пролонгированный длительный стресс. Потому что ты постоянно в тревоге. А то, что ты волнуешься, что будет завтра и что было вчера. А когда у тебя гепатит, который постоянно в системе, герпес, который постоянно в системе. Господи, о чем мы говорим? Просто завтра ты можешь зайти в трамвай, на тебя чихнет какой-то товарищ, у которого есть активный вирус. Что в этом случае должно происходить? Когда идет обострение вируса, обострение того, что мы с вами носим. А мы с вами, ребята, это коллекция в организме, по сути, разнообразнейших гадостей, заболеваний. То, что у нас есть в организме, вы даже сами не знаете. И вы это не знаете, потому что у вас активная иммунная система. Ваша иммунная система, в момент, когда она возбуждается, она может подавить все. У человека синдром приобретенного иммунодефицита, да? Что такое? Это СПИД. И когда СПИД берет свое, человек умирает от простуды, потому что его иммунная система на нуле. Так вот, вопрос в гепатите, например. Это в первую очередь, я считаю, избегание стрессов и контроль вашего духовного равновесия. Вашего равновесия в борьбе тот же герпес. Заметьте, кто у кого, когда был герпес, ты перенервничаешь или перепьешь алкоголь, или ты простудишься, твоя иммунная система и лейкоциты на простуду, а герпес тут опа в дырку и залез. И в этом заключается такой вот ход конем твоей работы. Ты контролируешь свои эмоции и нервы, и этот контроль твой, этот, он что дает? Он дает уравновешенную работу твоей иммунной системы. А когда, почему я говорю про лонгированных стрессов? Почему я говорю о том, что ты волнуешься о том, что было вчера, и о том, что будет завтра? Потому что чем больше ты волнуешься, тем больше ты отдаешь сигналам своей иммунной системе возбуждаться и вырабатывать больше лейкоцитов. Но это, знаете, это как состояние вот так вот с лейкоцитами. Вот твой сейчас завалю, подождите телефон. Это примерно так. Ты отдаешь вот так вот, вот так вот на плечо. Ты своей иммунной системе отдаешь команду, взводи на плечо. То есть сейчас идет вирус, и когда ты взводишь на плечо, потому что у тебя тревога в организме, то твоя иммунная система через неделю-две пролонгированного стресса думает, а ну его к чертям, я опущу это все, я отдохну, я устала. И когда реально приходит вирус, нужно уже иметь его на мушке. Ваш иммунитет уже должен работать. А он по принципу мальчика, который звал охотников, потому что волки, понимаете? И это связь такая. Ты постоянно психуешь, нервничаешь, твоя иммунная система. А тут, когда нужно действительно возбудиться и бороть вирус, иммунная система внизу. Поэтому очень часто проявление гепатита, например, тяжелейшее у людей, которые знать не знали, что он у них есть, на фоне глобального дичайшего стресса происходит, когда ты не можешь контролировать либо моментально, либо пролонгированно. Например, попал человек в ДТП. Что-то не дай бог с родственником, и происходит какая-то беда со своим здоровьем. И это не только о нас родных, это и о наших близких тоже. Ну, в общем, я тут с вами о здоровье и упокое. Поехали дальше. Так. Так. Работаем. 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 Можно ли одновременно с коллагеном принимать, например, ашваганду и карликовую пальму? Карликовая пальма принимается с едой для борьбы с дегидротестостероном, а ашваганда принимается перед сном, а коллаген принимается за час до еды. Как накачать попу и ноги при варикозном расширении? Вы идете в зал и качаете попу и ноги. И неважно, у вас варикозное расширение, у вас усталость вашего мозга от окружающих, у вас желание съесть медовик не имеет значения, что у вас. Вы идете в зал и фигачите, так как я вам сегодня показывал в одной из моих стори. Вы фигачите, вы тренируетесь и абсолютно не имеет никакого значения. Сейчас, вот так, вы фигачите и вы тренируетесь, вот так. Толкаете вашу платформу в стори и качаете вашу попу и ноги. Если у вас варикоз, то вы это делать можете, например, в компрессионном белье. Не забывайте о приеме витамина С и тренируетесь. Не говорите себе, что у меня варикоз, я не могу тренироваться. Вы можете тренироваться. Договорились? Так, почему при ПГ мышцы строятся быстрее? Потому что у вас больше анаболического фона из-за повышенного количества гормона роста. Помогает ли хотя бы улучшать состояние при болезни Паркинсона? Конечно! Вы что? Это вообще отдельная тема. Естественно! Все, все, что контролирует уровни инсулина и глюкозы, будет улучшать Паркинсона. Когда принимать альфа-липоевую кислоту? Ну, я не принимаю, но я не могу сказать, что я обеими руками за. Ну, принимайте себя, ради бога, по инструкции. Да, вы правы. Метаболизм убит уже. Получается, нужно повысить калории на несколько месяцев. Так, это там общение? Да, повысить хотя бы на неделю. Смотрите, аллергический ренит. Что делать? Аллергический ренит обостряется сезонно или несезонно? Вопрос. Перейдите на кето на месяц. Посмотрите, насколько вы измените свое здоровье. Алексей, скажите, пожалуйста, фирму карликовой пальмы пить курсами форм... Да, месяц, неделя, пауза. И дальше сдать ваши анализы. Ай, красота, ребята! Какая у нас трансляция! Мега сильная, абсолютно мега сильная трансляция. Посмотрите, какие вы у меня молодцы. Ребята, я просто в восторге, во-первых, от того, что у нас по 150 человек в эфирах каждый день. А во-вторых, я в восторге от того, что вот такая прекраснейшая, суперкрутая, положительная, доброжелательная атмосфера поддержки ежедневного труда и работы. Это мега круто. Как вы относитесь к рыбе ментай? Ой, ментай! У меня мама в детстве жарила ментая постоянно. И у меня ментай всегда ассоциируется с маминой заботой. Жареный ментай с лучком. Это вообще сказка абсолютно. Супер абсолютно. Абсолютно поддерживаю. Почему отекают пальцы рук при долгой ходьбе? Вчера говорил вам это в видео, в вчерашнем эфире. Затруднен отток из-за того, что у вас нет баланса электролитных жидкостей. Поэтому есть отечность. Посмотрите в вчерашнем видео. Если у меня небольшая проблема в зимний период времени, как тепло бы я не одевалась, все равно большие пальцы ног не имеют в обе... Конечно, у вас не имеют пальцы ног, потому что к ним плохой приток крови. Я вам больше скажу, когда я весил вот так, я вам сейчас покажу. Подождите, вы должны это видеть. Кто-то, кто не видел, это всегда умилительная картина. Я обожаю это фото. Я его вам регулярно показываю при любой возможности. Когда я весил и выглядел вот так, ребята, вот так, посмотрите. Какой красавчик. Смотрите, какой шикарный мужчина. У меня затекали и мерзли пальцы на ногах. И вот во что это все превратилось по итогу. У меня затекали и мерзли пальцы на ногах, потому что был затрудненный кровоток. И до тех пор, пока я не занялся разжижением крови и увеличением количества гемоглобина, то анемия не проходила. Анемия на фоне затрудненного и густой крови из-за плохого питания. Приводит к тому, что теплообмен очень нарушается. Даже лето. Я вам больше скажу. Я сижу в ванне, пузатик сидит в ванне, и у пузатика затекают пальцы большие на ногах. Два больших. То есть ванна теплая, ноги торчат, я беру палец на ноге, а он холодный. Понимаете? Это абсурд. Так, для чего нужно замачивать орехи обязательно? Да, ну как, если вы хотите много есть орехов, замачивать, чтобы они переваривались. Потому что в них специфические ферменты, которые нормализуют процессы пищеварения. С них не открываться, и они достаточно проблематичны для переваривания. Поэтому их лучше всего замочить, чтобы они легко переваривались. Вот так. На ночь. Будет прекрасно. Вот примерно такая история. Ребята, вы знаете, что сегодня, между прочим, у нас с вами? Что сегодня у нас, между прочим? Знаете, что произошло в ленте? Я вам сейчас скажу, что у нас произошло в ленте. В ленте, ребята, я для вас опубликовал вот свою радостную физиономию. Потому что у меня прекраснейшее настроение постоянно. И сегодня, особенно день, потому что сегодня я опубликовал для вас список того, что входит в мой марафон, а также следующей истории я опубликовал для вас инструкцию, как присоединиться к моему марафону. Все это доступно прямо сейчас в моем инстаграме в стори или в сохраненном формате вот здесь. План ПГМ, это ПГ-марафон и заявка в ПГМ. То есть вы можете зайти ко мне в инстаграм, в ютубе, в раскликнув описании видео или прямо сегодня, если вы смотрите актуальный прямой эфир, в стори. Вам эта информация будет доступна. Мы активнейшим образом собираем уже 15-й сезон. Это просто мега круто, ребята. Программа нереальная. Эмоции, которые я испытываю от проведения марафона, просто наполняют меня. Сегодня не пил, не ел и есть, и пить не буду. Есть до завтра, и завтра потренируешь на голубый желудок, а пить не буду до вечера. И это прям сказка. Абсолютно настроение и энергия просто схлещет. А еще после тренировки ног чувствуешь себя божественно абсолютно. Так, родные мои, сильная пигментация на лице. Как избавиться? Сегодня я только говорил в видео. Дайте еще пару вопросов. Я могу заниматься в одном зале без тренера. Если вы можете соблюдать технику безопасности и правильности выполнения упражнений, да, я занимаюсь сам. Я без тренера занимаюсь. Я занимаюсь без тренера и без партнера, поэтому я жму гантели, чтобы меня не придавило к чертям грифом. Поехали. Все доходчиво доносите. Спасибо за вашу миссию. Делайте вас спасибо огромное. Безумно рад трудиться и стараться. Мне на второй день стало очень плохо. Значит, рано голодать вам стало плохо, потому что у вас сахар падает. Организм говорит, дай мне сахар, товарищ, мой любимый хозяин. Я очень хочу поднять уровень глюкозы, а без него у меня тонуса нет никакого. Смотрите видео, здесь называется «Как в обороте инсулинорезистентность». Поехали вниз. Магний 800, но утром судороги. Какой магний вы используете 800? И почему утром судороги не только в магнии будет, а магниевую воду подключаете? Утром судороги могут быть также, потому что у вас веса может быть много лишнего. Из-за стой жидкости могут быть. Приглашаю вас посмотреть видео в YouTube, которое называется «Ужасно пухает лицо и вздувается живот». Там вы найдете видео в этом информацию о том, как сбалансировать свой водный профиль, чтобы у вас не было судорог и не отекало, и с утра не сводило. Так, родные мои, мы с вами прощаемся. Прекраснейшее настроение. Прям супер рабочее, а на улице дождик. Прям просто крас, класс. Я дайте вам разверну. Ай, посмотрите, какая на улице немножечко серого. Немножечко на улице у нас прям дождь. Это не меняет того факта, что настроение просто сказочное. Я безумно вас люблю, уважаю каждого, кто пишет вопросы и рад стараться каждый день в прямых эфирах. Ребята, настроение просто пушка. Обнимаю вас. Спасибо огромное за ваше внимание. И с вами прощаюсь до завтра. Я сделаю сегодня специально стори-анонс, потому что завтра у нас ранний прямой эфир. Завтра хоть и семейный день, но это не меняет того факта, что мы все равно каждый день трудимся и работаем. Все, обнимаю. Всем отличного дня. Пока-пока, мои родные.